Люди кричат, люди! У нас Virtus.pro побеждают, отправляются в полуфинал к нам за столом аналитики. Приходит Роман, молодое дарование, он же Ramzes666, Рома, привет! Здравствуйте, здравствуйте. Роман. Ты слышишь это? Да, слышу. Это тебя мотивирует? Да, очень приятно. Весь зал практически за тебя болеет. Передавалась ли эта атмосфера? Чувствовалось ли во время игры в кабинке, что весь зал просто стоит и ждет, как вы будете показывать? Да, чувствовалось давление, ну и, конечно же, поддержка. Хорошо, давай лучше я тебя спрошу. А насколько сильно чувствовалось давление? Потому что по первой игре что-то как-то это самое. В первой игре мы решили сыграть через пака и через зажа. Мы так пару сыграли, но челы решили прийти типа хард. До моей Урсы, так сказать. Это их фишка. До твоей Урсы приходили частенько и в первой, во второй игре. Ну, в первой игре мы должны были на Легионе купить БКБ, а не Лотар. Ну и драться ходить. БКБ. А Бэдмейл? Ну, может быть, после БКБ. Просто Паша купил Лотар, сдох два раза. Да, сдох два раза. Ну и, может быть, от счастья не наш пик. Ну, понятно. Еще вопрос хотел задать. На праках бывали случаи, когда приходили триплой и карали Урсу? Нет. Вот. Я так и понял, что в этом ошибка. Ну, не ошибка, точнее, в этом нежданчик, так сказать. Да. Ну, и то, что получается Нун, значит, у нас стоит на мидде с паком, с овернетворсом, но, к сожалению, демидж делать некому. Да, да, так и было. Потом мы это поняли и решили пикать мидкора, если ко мне также приходит реплой. Ну, в принципе, эти игры они так и делали. Ну, я как был как хардер, создавал спейс, но Вован заливал соляру. Ну, получается, максимальный респект именно тебе выделили, команда? Да. Потому что ты самый жесткий? Наверное, потому что у меня десятка. Десятка, да. Совершенно верно. Ну, слушай, я бы Вовью тоже поставил десятку после этого матча. То, что он творил во второй игре над Templar Assassin, это, конечно, дорогого стоит. Ром, скажи, у вас в пяти играх из пяти Урса Вориор взят. Как ты можешь обосновать это? Вы настолько цените этого героя? Считаете его таким сильным? Ну, мы его берем просто против Омника, на самом деле. Иногда, ну, в третьей игре мы его вообще не хотели брать. Люди его просто не банят. И в третьей игре у нас была задумка именно Усу поставить мид против Эмбера, чтобы ни Яна не играл. Так как у нас был Аспик, они думали, что Уса опять же будет кэрри, и они придут к нам. Я играл на Сларке. Ну, в принципе, история повторилась. Сларк тоже не особо выдерживает нагрузку. Сларк еще хуже, я бы сказал. Но почему-то решение было принято взять Сларк. Ну, сработало в итоге. Ну, потому что Сларк это фривинг-герой тут, на самом деле. Нет, конечно, конечно. Герой, который, если выходит лейт, то всех съедает уже. Нет, после 20 минуты. Вот до той ошибки в миде, когда мы сдохли в пятером, вот показывали. Да, в телевизоре было. Когда мы сделали минусы снизу и пошли мид забирать тавер, сдохли в пятером. Если бы этого не было, мы бы закончили игру минут на 20 раньше. Ну, я послушал. Ну, мы начали забирать тавер. Слушай, Ром, тут такая еще ситуация. Во второй карте, когда вы пошли на Рошпит и перевернули, собственно, игру, и уже начали завоевывать преимущество, была такая ситуация, что у Ротка просто не было ультимейта. Я знаю, что в предыдущих играх, Вичи Гейминг Джереми, когда брали Умни Найта, там Ротка тоже частенько не качал ульту до определенного там уровня, до 11, до 12, что-то вроде этого. Скажи, вы знали, что, вы предполагали, что у Ротка просто нет этого ультимейта, когда начинали драку? Или это произошло просто спонтанно и надеялись... Ну, это произошло спонтанно. Ну, есть фишка в доте, когда ты на чужого героя, на инеме героя навозишь на любой спелл, и если вокруг него не рисуется АОЕ, то спелл не вкачан. Не вкачан. Если наводится, то спелл вкачан. Вот так вот. Да, да, да. Вы прощекали, что нет этого? Ну, слушай, ну, по-моему, это... Не помню. Ты не был хорошо. Ну, там драка, на самом деле, на Рошане была вообще без шансов выиграна, даже если бы был ульт, по-моему. Там хорошая РП, садов дох лавин, ГА. РПшечка, да. Да, по тому именно ходу драки вы там без шансов побеждали. Но, в общем и целом, мне кажется, если бы они именно хотели драться, а не делать непонятно что, и подождали бы ульту, то, может быть, тяжело было бы. Они нас форсили драться очень сильно. Они хотели. Хотели. Они очень долго убивали Рошана, они прям очень форсили нас. Мы очень хороший тайминг поймали, потому что уже вот, когда вы подходили, у Рошана буквально пару тысяч хп, и они уже принимают решение одного героя отдать, чтобы просто дозабрать Рошана, потом видят, что не получается, не успевают, и там, конечно, все вы очень круто сделали. Да, да, повезло. Слушай, Ром, я не буду тебя долго задерживать, задам еще один вопрос. После победы на DG Vitality к нам приходил Илья, говорил, что на этом турнире противников нету Virtus.pro, и все будет очень просто, но, как мы видим, что в этой серии были определенные трудности. На первой карте не все было понятно. На второй ты более сдержанный, нежели Илья, или все-таки та проигранная карта – это чистая случайность? Нет, я не такой, как Илья. Мы заслужили, проиграли эту игру. Ну, во-вторых, мы собрались, после первой забыли ее, и играли как 0-0, чтобы выиграть 2-0. Когда смотрели игру IG против Liquid, за кого болели все-таки? За Liquid? За Liquid, наверное. Против Liquid удобнее? Так китайцы третий раз. Ну, слушайте, вы можете стать China Slayer'ами настоящими, просто выбить три китайские команды из турнира. На самом деле, первый раз такое было, что это единственная команда, которая застала нас со спор и начала приходить даже не с Кэрри Харта, а именно с Хардером, с Омником, с СКА. Мы не особо были готовы к этому. Я думаю, против IG будет все по-другому. Работа же будет выполнена, правда? Конечно, сейчас придем и будем выполнять работу над ошибками. Все верно, все правильно. Это самое главное. Ну что же, поздравляем вас еще раз с тем, что вы попадаете в четверку лучших команд мира по версии киевского мажора. Для нас это очень важно, для вас, я уверен, это тоже очень важно. Не будем тебя больше задерживать. Спасибо за то, что пришел к нам, пообщался. Ну и я думаю, что мы можем продолжить наблюдать за хайлайтами. Рома, да, поздравляю, поздравляю. Спасибо, спасибо. Да, спасибо. Увидимся завтра. Ну, поздравлять рано, конечно, еще, но молодцы. Будем надеяться, что увидим вас в гранд-финале уже. Очень надеемся. Это самое главное. Ну что же, давайте продолжим смотреть хайлайты этой встречи. Рому мы пока отпустим. Редактор субтитров А.Семкин